Привет, дичи! Это Зельда, Слезы Королевства. И как ты можешь увидеть, я нашел шлем в орудании. Мне про этот тайник рассказал мудрейший Нагорнов. Он говорит, типа, есть на севере горы Смерти два ящера. Один младший, другой старший. Так младший хотел у старшего украсть сокровище. И вот мы как раз можем наблюдать. Вот озеро Ящер, а вот другое. Это старший брат, который охранял вот это сокровище, которое мы сейчас добыли. Давай же его наденем. О, серьезно, блин. Реально на воруданию похож теперь. Вот это шлем. Я теперь как полукиборг какой-то. Сегодняшняя серия будет посвящена воспоминаниям. Нам сегодня необходимо как минимум посетить Две Слезы Дракона. Слушай, знаешь, что я заметил? Обрати внимание на инкарнацию Юноба. Когда я надену шлем, то и Юноба тоже будет в шлеме. Обалдеть. Я только сейчас обратил на это внимание. Причем у него шлем немного другой. У него шлем мудреца. А на мне шлем ворудании. Так, так, так. Ну что, как думаешь, смогу я оседлать слету коняшку? Вот, например, вот это вот. Вот это вот. Давай. А, копытом по роже попал. Ну хорошо, что я в шлеме был хоть. О, смотри, какие там быки. Как думаешь, смогу я оседлать какого-нибудь быка? Надо попробовать. Блин, их лиса спугнуло. Смотри, они лисы... Ой. Ой-ой-ой-ой. Он сюда прям бежит. Давай. Где он там, блин? Камера, поворачивайся быстрее. Он исчез. Призрачные быки здесь какие-то. О, медведь. Медведь нашел. Тихо, не подходи ко мне. Не подходи. О, блин, там еще и слезняки. Так, юно, пойди сюда. Сейчас мы этого медведя... Медведь. Или ты со мной не хочешь сражаться? Давай. Ой, я еще здесь и пчел собрал. Ну вообще капец. Так, пчелы, пчелы, пчелы. Вот так вот. С ними разобрались. Нет, не разобрались. Походу с ними будем долго возиться. С Чучу разобрались. С медведем разобрались. С пчелами разобрались. Все шикарно. Поэтому здесь и медведь терся. Потому что тут куча пчелок с медом. Тут явно кто-то жил, пока не пришел медведь. И не спугнул кого-то. Ого! Сколько здесь белок! Блин, да капец, что происходит? Зашел, называется, в лес. Белки! Офигеть здесь этих бурундучковых скука. Ёлы-палы. Ой. Ой. Кажется, я на гудне наткнулся. Добрый день. Ну, ё-моё. Так, где у меня замедление времени? Точнее, реверс. Ух! Это было близко. О, у него камень на жопке. Ну, забавно. Сейчас будем эту жопку отбивать. Давай-ка назад, камень. Камень спять, камень спять. И мне надо вот эту штуку взять. Бабах! Отвалили ему полруки. Бежим ему пятую точку. Блин, он встаёт. Хорошо, сейчас я на него залезу. Дай мне свою пятую точку подубасить. Вот так вот. Она очень неудобно расположена. Прям капец, как неудобно. Ой. Кажется, он руку свою сделал. Что будем делать? Он кидает вторую руку. Есть! И вторую руку тоже ему отбили. Всё, лезу. Калашмарь. Как же она вообще тут неудобно сделана? Как её бомбить-то, ёлы-палы? А, как насчёт тебя, ёноба? Оу! Да, он в меня, а я в него ёнобу, и как бы он выиграл. Но это теперь просто дело интереса. Я хочу попробовать разворотить этого глыбника ёнобой. Давай, вставай, просыпайся, глыбник. Короче, ловим момент, когда он в меня кинет свой булыжник. Типа... Да ёлки-палки. Не, ну это теперь дело чести, как говорится. Ёноба, где ты? Иди сюда. Вот он, вот он, вот он. Ой-ё-ё-ё-ё. Не, ну сейчас, короче, нужно вернуться этому глыбнику напихать. Ёноба, пошли. Пошли, 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 пошли. Давай, глыбник, вставай. Вот. Ну, ёлы-палы, Ёноба, ну что ты? Погнали. Слушай, ему пофиг от Ёноба, вообще пофиг. Конкретный пофиг. Да что в вас всех... Не, ну это прямо сейчас надо вернуться к этому глыбнику ещё раз. Белочки, а ну сдриснули. Давай, чертила, вставай. Каменный чёрт. Он меня уже раз пять ушатал. Это пятый дубль. Надеюсь, что в этот раз у меня всё проканает. Ёноба там пытается его, вон, калашмарить, но что-то как-то безысходно. Так, он кидает. Это в него. Тут всё, короче, довольно сложно. Поехали. Не, вообще нифига. Слушай, не фурычит эта штука. Ёноба вроде бы и там... Да как? Ты че меня? Всё, короче, пошёл в глыбную задницу. Я не буду с ним драться больше. Полезу в дождливую погоду, карабкаться по горам. Это я тебе хочу сказать чертовски сложно. Скользкие же горы. А вообще здесь где-то... О! Да, расти, а там кто там? Вот, а ну-ка покажи. Нифига себе, их там двое. Ёноба, иди сюда. Поехали, сейчас мы долбанём их. Вау! Так, что-то я не понял, что произошло. Один улетел. Давай, давай, давай. Опа, в щит ударил. Опа! И всё, мне хана сейчас будет конкретно. Смотри, у меня сейчас пришпилят тут. Давай, 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 давай. Упрыгиваем, упрыгиваем. Задерево спрятался. Хорошо. Готов. Надо у него дубину отобрать. Ой, сзади ещё один подошёл. Уходим, уходим. Ёноба, ты где там? Он что, в меня палку кидает? О, кстати, насчёт покидать. Давненько я бумерангом не пользовался. На тебе. Чё-то бумеранг у меня там воткнулся куда-то. Возьму пику. Чтоб они близко ко мне не подходили. Эти страшные тварины. Готов один. Один готов. Вот, рога заберём. Ну, чё-то там где? Оружие потерял, что ли, своё? Напихали ему в попец. Его жирный. Где мой бумеранг? Где он тут потерялся? Он явно в какую-то берёзу воткнулся. Бумеранг, ты где? Я знаю, как его найти. Сейчас. Он должен подсветиться. А, вот он, фух. Вот он лежит где. И дождик закончился. Просто шикарно. Теперь можно карабкаться и не париться. О, паньки, смотри, чё нашёл. Красота-то какая. Это же здесь подношение можно сделать. Коню-савоу. Или как его там, как его зовут-то? Забыл, как это существо местное тут называется. Ну, в общем, сейчас подношения я делать никакие не буду, потому что этим нужно заниматься уже после прохождения. Это очень долгая история. Почти добрались до воспоминаний. Осталось совсем чуточку. Прям вот капельку. Но я сперва, наверное, пожалуй, залечу вот в чей-то дом. Тут аисты, наверное, живут. Я не знаю. Что тут? Тут, видимо, что-то нужно положить. И, возможно, что-то здесь произойдёт. Здесь прикол, что яблок у меня с собой нет, а я думаю, что здесь нужно положить яблоко. Ну, давай хотя бы перчик. Вот, я перчик положил. Не, не прокатит. Может, мясо вот этого аиста? Сырая ножка подойдёт? Не, не подойдёт. Хм, что ж сюда положить-то надо? Ладно, фиг с ним, с этим застольем. Погнали. У нас другие важные дела. Ну, вот, я и добрался. У этого воспоминания мы уже были, но слишком рано, поэтому мы его не использовали. А вот теперь время настало. Воу, 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 воу. Ничего себе, какие скелетоны выползли тут. Круто. Я таких ещё не видел. Сколько у них? Лапа, моблина. 28. Серьёзно, вот это урон. Вот это мощь. Надо что-нибудь выкинуть. Что-нибудь выкинуть. Честно даже, не знаю, что выкинуть-то, блин. Всё как бы... Так, подожди, а вторая рука здесь у нас сохранилась? Где вторая рука? А, второй руки нету. А я их хотел комбинировать, у меня бы тогда мега-крутой урон получился бы. Но тогда придётся её шлёпнуть. А давай на бумеранг. И проверим сейчас. Сейчас бумеранг ко мне вернётся, нет? Вернись ко мне, мой бумеранг. Отлично. Теперь это убер-убийственное оружие. Летающее. Вот она, эта слеза. И пора уже что-нибудь вспомнить. Кстати, в комментариях пишут, что эта рука похожа на руку Таноса. Типа, мол, вместо камушек мы колечки собираем. Вернись ко мне, Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Помочь ему вспомнить, что с ним было и где, а затем возвратить его туда. А, память объекта. Не волнуйся, ты разберёшься, что к чему, и вернёшься домой. Зельда, я знаю, тебя ещё что-то тревожит. Что? Ты, конечно, хочешь домой. Но ты хочешь и помочь нам здесь. Верно? Как вы... От Сони ничего не скроешь. Спасибо за заботу, Зельда. Но ты не должна жертвовать своей эпохой. В тебе есть не только сила времени, но и великая сила, изгоняющая зло. Они обе помогут тебе защитить свой дом. Соня, я... Тебе нужно домой. Ведь Линк очень волнуется. Линк? Никогда о таком не слышал. Герой моего времени, спасший королевство Хайрул и меня. Он королевский рыцарь, которому поручили защищать меня. Герой, значит. Он усердно тренируется и никогда не опускает руки. Да. Он сильный. И очень благородный. Вижу, что ты ему доверяешь. После твоих слов очень хочется с ним познакомиться. Да. И мне тоже. Похоже, он храбр и галантен. Неспроста Зельда его так хвалит. Ха-ха-ха. 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 Ну вот, теперь все и обо мне узнали. Ну, то есть, о Линке. Чтобы не было сомнений, что воспоминания идут по порядку. Вот, пожалуйста. В прошлой серии мы... Точнее, не в прошлой. Когда-то мы смотрели воспоминания номер 7. А вот Зельда и Соня, это восьмое. Так что все у нас идет как надо. Ну что? Настало время что-нибудь помастерить да полетать, елки-палки. Я тут нашел технику древних. Сейчас что-нибудь сляпаем из них. Например, вот эту вот роликовую штуку прикрепим к нашему параплану. Чтоб он мог разгоняться. Поставлю его сюда. Надеюсь, он не укатится. Но если что, вернем его сюда. Значит, теперь надо сделать ему два винта. Все по фэншу сейчас намутим. Так, винт криво поставил, походу, да? Или нет? Хотя... Да, криво. Ну вот, летательный аппарат готов. Ну вот, летательный аппарат готов. Осталось только руль приштопать. Готово. Можно лететь. Помчались. Давай, поехали. Ну же, трогай. Да блин, да что случилось-то? Почему? Муж колеса есть, сделали. Давай на крайняк вот тут-тут. Во-во-во, полетели. Полетели. Летим прямо вон туда, к той вышке. Кстати, здесь где-то должен быть геоглиф. Но что-то я его пока не вижу. А, нам вон туда надо. Вон туда. Ну, сейчас полетим. Надо только заправиться. А то у меня там кончились эти батарейки. Вот так вот. Все, теперь лететь будем хорошо и далеко. А вон и геоглиф виднеется. Зашибись. Кстати, геоглиф в виде кинжала. Это очень прикольно. О, нам надо повыше взлететь. Как можно повыше. У нас сейчас сломается параплан. Это не очень хорошо. Юноба, давай лети. Прыгаем. И погнали. У меня, правда, сейчас батарейки больше... Да, у меня батарейки быстрее кончились, чем развалился параплан. Но ничего страшного. Значит, ищем капельку. Слезу дракона. Где она может быть? Спрятана. Я, кажется, ее уже нашел. Она прямо под нами. Вот она где. Думала, я это не найду. А я это взял и нашел. Это воспоминание должно пролить свет на многое. Так что давай смотреть. Слезу дракона. Ну вот, Зельда. Здесь нам не помешают. Что ты хотела со мной обсудить? Ха. Ты излишне доверчивая. Надо же. Не ожидала такое услышать от того, кто прикидывается кем-то другим. Марионетка Ганнандорфа. Ты что? На самом деле думала, что мы не заметим? Слеза. Ха. Ахахахаха! Он нравится! Идет! Он звук вилет! Соня! Ахахахах! Королева Соня! Соня! Королева Соня! Ахахахахаха! Да! Ахахахахахаха! Субтитры создавал DimaTorzok